Астана и Берлин обменялись опытом в борьбе с коррупцией. В немецкой столице при поддержке нашего посольства прошла конференция, в которой также участвовал глава профильного ведомства нашей республики. Алик Шпикбаев поведал о том, что делают в Казахстане для того, чтобы искоренить взяточничество. Шолпанна Иманбаева знает подробности. Германия славится низким уровнем коррупции. Как говорят эксперты, здесь практически отсутствует понятие взятка. Судьи, прокуроры, полицейские, врачи и учителя категорически не подкупны. Никто из них не решится взять денег за ту или иную услугу. Ведь самое страшное для госслужащего в Германии – быть обвиненным в коррупции. Не исключение и подарки, за которые чиновники могут даже получить тюремный срок. В Берлине по закону стоимость подарка для госслужащего не должна превышать 10 евро. Но есть случаи, когда от подарка по каким-либо причинам невозможно отказаться. Но тогда вы должны сдать его руководителю, и он будет решать, что делать. Для тех, кто нарушает этот закон, у нас есть денежные штрафы. И в особо тяжелых случаях – лишение свободы. От 6 месяцев до 10 лет. На конференции в Берлине Алик Шпикпаев подчеркнул, что наша страна не просто хочет снизить уровень коррупции, а собирается ее искоренить. Поэтому в Казахстане проводятся масштабные реформы. И даже принята антикоррупционная стратегия. Алик Шпикпаев привел внушительные цифры, отметив, что за совершение коррупционных преступлений с 2001 года осуждены почти 11 тысяч человек. Надо работать над повышением заработной платы. Это один из таких элементов. Все страны проходили через это, через высокую гарантированную заработную плату. Они практически исключили коррупцию в государственном секторе. У нас сегодня такие возможности есть. Мы сегодня в пилотном варианте повысили заработную плату госчиновникам четырех государственных органов в два-два с половиной раза. Соответственно, сегодня я могу сказать, что госслужба приобретает иной вид. В первую очередь она стала более привлекательной, престижной. Есть и экономическая мотивация. Существенно снизить уровень коррупции в государственном секторе помогли цифровые технологии, отмечает Алик Шпикпаев. Большинство госуслуг от постановки авто на учет до регистрации ИП в Казахстане автоматизированы. Это помогло не только исключить бумажную волокиту, но и личное общение между госслужащим и потребителем, а значит, минимизировать коррупцию. Зарубежные эксперты высоко оценили цифровые реформы Казахстана. Казахстан реализовывает проект «Цифровой Казахстан». Это очень полезная программа. Новые цифровые технологии в сфере госуслуг означают, что государство становится ближе к народу, а также, соответственно, не остается поля для взяточничества. Я много раз была в Казахстане и видела, как работает антикоррупционное агентство и реформы. Еще рано говорить об итогах, но я вижу развитие и реализацию многих программ. Международные рейтинговые агентства «Транспаранси Интернешнл» отмечают, что Казахстан делает успехи в борьбе с коррупцией и с каждым годом улучшает свои позиции в индексе восприятия коррупции. Сегодня мы на 122 месте из 180 стран, но последние три года наша страна показывает положительную динамику. По сравнению с 2016 Казахстан поднялся на 9 баллов и является лидером в регионе Центральной Азии. Шулпан Найманбаева, Милослав Авриновский, Хабар, 24, Германия.